Хаябуса-2 сбросила целеуказатель в рукотворный кратер на астероиде Рюгу. Космонавтика Астрономия Приключения Хаябуса-2 14-2 30 мая 2019 Сложность 2.1 Хаябуса-2 сбросила целеуказатель в рукотворный кратер на астероиде Рюгу. Анимация сброса маркера, составленная из снимков камеры ONCW-1, сделанных 30 мая на высотах от 10 до 40 метров от поверхности Рюгу. Чакса, станция Хаябуса-2 смогла со второй попытки сбросить рядом с искусственным кратером на астероиде Рюгу маркер целеуказатель. Он понадобится при новой операции по забору грунта, запланированной на ближайшие полтора месяца, сообщается в твиттере миссии. Автоматическая станция Хаябуса-2 была запущена в конце 2014 года и предназначена для исследования 500-метрового астероида 162 173 Рюгу. В июне 2018 года станция прибыла к астероиду и вышла на стабильную орбиту вокруг него, а затем высадила на поверхность два спускаемых модуля и аппарат Затем станция совершила первую операцию по забору грунта, выстрелив танталовой пулей в поверхность астероида в момент максимального сближения, после чего при помощи грунта заборного устройства собрала пыль и мелкие обломки породы, поднявшиеся вверх. В начале апреля 2019 года станция сбросила на Рюгу пенетратор СССР Состоящий из медного снаряда массой 2,5 килограмма и 4,5 килограммового заряда взрывчатки, который сработал через 40 минут на расстоянии 300 метров от поверхности, разогнав снаряд до 2 километров в секунду. В момент отделения от станции, его снижение и выброс вещества с Рюгу попали на снимке бортовой и спускаемой камер, а вскоре станции удалось увидеть и саму область, где образовался кратер. Вчера станция начала медленный спуск с 20-километровой орбиты в рамках операции PPT-DTM1A Второй попытки сбросить в область вблизи рукотворного кратера второго светоотражающего маркера целеуказателя, который будет использоваться для ориентирования на местности при заборе новой пробы грунта. Первая попытка это сделать в середине мая закончилась неудачей. Сегодня станция достигла высоты 35 метров от поверхности Рюгу и зависла над ней, после чего было принято решение продолжить спуск. Когда Хаябуса-2 оказалась на расстоянии 10 метров от Рюгу, она сбросила маркер и начал быстрый набор высоты. Бортовые камеры станции подтвердили, что маркер, как и планировалось, попал в область Рядом с кратером. Ранее мы рассказывали, что благодаря станции ученые выяснили, что Рюгу оказался наполовину полой кучи щебня. Кроме того, астероид самая темная из всех небесных тел, посещенных космическими аппаратами, а еще он может быть остатком более крупного небесного тела с радиоактивным ядром. Подробнее об этой необычной миссии можно прочитать в нашем материале и собрать прошлое по крупицам. Александр Войтюк Субтитры создавал DimaTorzok